Ничего необычного, просто я налила чай на кровать. Здорово, прекрасно выглядишь. Бать, я нормально? В этом видео есть... Сломанные очки. В этом видео есть некоторый странный момент. Я нахожусь в толстовке и в капюшоне. 40-градус на жару практически. Но зато у меня чай со льдом. Сижу я такая красивая сейчас. О, ё-хе-хе. Чуть не сломала. Ой, это ситап. Так вот, выгляжу я сейчас так странно, потому что я сделала некоторые махинации со своими волосами. И в этом видео собираюсь вам показать, что именно. Так, надеюсь, что вы готовы. Раз. Два. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это было ожидаемо. Так вот. И пока я окончательно не сжарилась вот в этом всём, расскажу вам некоторую предысторию. История моих волос начинается с детства. Когда у меня были длинные волосы, а потом мне их отпигачили, чтобы они стали гуще. Потому что они у меня редкие. Они были редкие. Поэтому их продали. Ладно, нет. Не смешная рука. И потом я решила бахнуть свои кончики осветлителем. Потому что это было модно. А я же самая модная. Потом я их бахнула в фиолетовый, а фиолетовый затем вымылся в зелёный. Изумительно. Потом. В какой-то момент, в марте 21-го года, я решила, что всё мне это надоело. И значит, отстригу-ка я свои волосы под коры. Я долго уговаривала маму, но в конце концов мне не разрешили. И об этом есть видео на моём канале. Которое вы, конечно же, можете посмотреть. А чёлку я осветлила. Потому что это тоже было модно. А как мы все понимаем, я... Модная девочка. И ходила я практически три года с коры. И была довольная. А потом насмотрелась на девушек с длинными волосами. и подумала, мне тоже надо. И решила отращивать. Знаете, на сколько меня хватило? На месяц. Примерно. И, собственно, после этого месяца я подумала, что всё мне это надоело. И надо бы отрезать свои волосы обратно. И вот до, и вот после. Где-то в 10-м классе задумалась о том, что хочу немножечко иную стрижку. Но мне её не разрешали. Говорили, тебе не пойдёт. И придумала я, значит, такую схему. После того, как у меня пройдёт последний звонок, и после того, как пройдёт выпускной, на котором я хотела быть с укладкой. Видео об этом тоже есть на моём канале. Вот это я, конечно, бейтер на просмотры. Так вот. Выпускной прошёл. После выпускного прошёл месяц. И я подумала, что пора бы. Пора бы мне остановиться. И, собственно, утром одного дня мы поехали в парикмахерскую. О, господи. И свершилась моя небольшая мечта. Иди маячки. Что ж, я сейчас крашусь. Но я очень сильно переживаю. Я не знаю, с чем это связано. С тем, что я еду открывать свои волосы. Или с тем, что я также еду отправлять некоторые документы. Очень сильно волноваюсь из-за колечка. Колечки. Всё, дорогие друзья, мы собрались. И сейчас мы выезжаем. Мне страшно. Но я в какой-то момент правда начала думать, что мне это всё не надо. Мне это всё не пойдёт. Но в другом ухе у меня играли слова великих людей, которые говорят, не попробуешь, не попробуешь. Давай попробуем. Попробуем. Значит, не попробуешь, не попробуешь. Поэтому в любом случае я уже собралась. Едем пробовать, значит. Очень нестрасно. А ещё я не хочу об этом никому говорить, никому показывать пока что. Так что, кроме мамы, никто не знает, что я еду встречу. Приходим мы в салон. Я сажусь в кресло. У меня трясутся руки, ноги и каждая волосина на голове. Потому что я очень боялась, что что-то пойдёт не так. И некоторые моменты начали идти не так. Ой. Я показываю мастеру фотографии. Она такая, понял, принял, сейчас всё сделаем. Сижу я, смотрю, как отлетают вот такие куски волос с моей головы. Мне всё ещё очень страшно. Но я счастлива в какой-то степени. И дабы вам сейчас было понятнее, а я не дохла от жары, пора бы это снять. Распаковка. Вы готовы? Жарль готов? Вообще-то я делала укладку. Я тоже в шоке. Это очень непривычно для меня. Что ж. Показала я, значит, мастеру вот эти фотографии. Она мне сделала вот это. И в целом я довольна. Просто сейчас из-за шапки моя укладка пошла нафиг. Сижу я, значит, в кресле. Стрягут мне, значит, мою стрижку. И в какой-то момент она делает вот так. И стрижёт меня вот так. Я думаю, ну, наверное, она сделала здесь пробор, чтобы можно было постричь волосы с этой стороны. Думала я так, думала. Минут 10-15. Пятого. Потом всё-таки, ну, додумалась как бы спросить. Ну, стало интересно. Понимаете? И я такая, извините, а вот объясните, а вот пробор, он же посередине будет, как на фотках. И сталкиваюсь с взглядом мастера слегка рассеянным. И она такая, а? Пробор должен быть посередине? Хех. В этот момент я, конечно, испугалась немножечко, потому что могла бы выглядеть вот так. Нормально? Красиво же, да? Что ж, находясь в салоне, я выложила вот эти фотографии в свои сторис. Это, кстати, мой инстаграм. Я буду ждать, пока вы не подпишетесь. Шучу. Нет. Включился, значит, режим Арсения Попова. Я его не просила, оно само. И я решила сразу вам не рассказывать, что же я там сделала. Не рассказывала никому, даже своим подругам. И на протяжении нескольких дней я выкладывала подобные фотографии, чтобы никто не понял, что у меня там на голове. Такая ингриданткая. Пятер, я выиграла битву экстрасенсов. Я давно хотела, чтобы ты так посылилась. Тебе нравится? Да. Мне идет? Идет. Спасибо. Приятно. Я в связи с домашними делами забыла вам рассказать и поделиться своими эмоциями. Эмпец жарко. У нас на солнце 54 градуса, чтобы понимали. Ну, сейчас так. Я очень рада, что я решилась на эту стрижку и что мне разрешила мама. Потому что, боже мой, как бонично. Я чувствую себя более красивой, более уверенной, процентов так на 30. Я высчитывала. В целом, супер. Есть некоторая проблемка. Вот у меня есть наушники такие вот. и оказывается, раньше эти самые наушники держала... Что я сказала? Эти самые наушники держала бубочка, которую я вот тут собирала, надевала наушники, и они никуда не спадывали. Сейчас им держаться, ну, не за что. это... И в целом... Эмма Рокстар. Вот так вот. Здорово. Я делюсь впечатлениями. И давно ты там стояла? Люди в моем директе начали интересоваться и говорить, а ну-ка, давай уже показывай, что у тебя там. И вот, наконец, я снимаю это видео. Я бы хотела, на самом деле, волосы покороче, но... в целом, их можно как-нибудь укладывать. Кстати, насчет укладки. Что такое? У меня было два страха насчет этой стрижки. Первое, это то, что меня постригут не так, как мне надо, но... этот страх немножечко оправдался, все как надо. А вот второй, что вот это нужно будет каждый день укладывать, но на самом деле нет. Когда у меня было каре, мне тоже говорили, что тебе придется его укладывать каждый день, но нет. Ребят, у меня волосы настолько прямые, что им вообще пофиг, они даже не путаются. Я не знаю, что это за волосы и почему они такого качества. Кстати говоря, мне в салоне сказали, что у меня очень качественные волосы, что они очень мягкие. Но уход за моими волосами это нечто. Уход, ребята. Когда у меня было каре, я поступала следующим образом. Я мыла голову, наносила бальзам, расчесывала волосы и ложилась спать. И утром просыпалась и ничего не делала со своими волосами. Я их не сушила, не выпрямляла, ничего не делала. С этой стрижкой я думала, что мне придется укладывать их каждый день, сушить и так далее. Но я поступила точно так же и сегодня утром я проснулась вот такая. В целом, мои волосы пипец какие прямые и на них не держится никакая укладка, даже которая была сделана 10 минут назад. Ну а сейчас я максимально счастлива и довольна, потому что чувствую себя красоткой. И хотелось бы сказать, что я могу сэкономить на всяких штуках для волос, типа бальзамов и так далее. Эта стрижка стоит, как тюбик бальзама. Ну это в целом ладно, но все равно обидно. Что ж, мне очень нравится, я чувствую себя красивой, счастливой, это самое главное. Ну а вы можете поделиться своим мнением в комментариях, как вам нравится, идет ли мне по вашему мнению. Я буду рада почитать ваши комментарии. Что ж, ну а на этом было все, я надеюсь, что вам понравилось это видео, понравился мой новый внешний вид и не только внешний вид, потому что, как вы можете заметить, за моей спиной нет привычного фона, а это значит, что у меня в комнате был ремонт и если вы хотите, ставьте лайки, пишите в комментариях, я сделаю об этом видео. И я с вами не прощаюсь, потому что встретимся в следующих или предыдущих видео. Peace! Я опять пролила чай перед тем, как включить это видео. Но на улице, конечно, очень жарко. А ты вообще там мешаешь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok